Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я предлагаю вам курс уроков по приготовлению вкусной здоровой пищи. А сегодня я вам хочу предложить, как испечь вкусный капустный пирог, который готовится очень быстро и очень дешево для всей семьи. Для этого нам понадобится четвертинка капусты свежей, луковица, два яйца, мука и масло подсолнечное. Для этого мы сначала разогреем плиту на 200 градусов и пусть она предварительно будет разогрета. А теперь начинаем? Погнали! Помелче капусту, помелче стараемся, вот так. Высыпаем в сковородку, поселим с маслом 10 минут, подсолим ее, подсолим. И все, капусту ждем 10 минут, перемешивая ее. Мелко лук. Добавляем капусту, перемешиваем. Берем яйца и очищаем маху. Два яйца хватит. Можно, конечно, и без яиц, но с яйцами получится гораздо светлее яйцо. Теперь делаем тесто. Для теста нам понадобится мука, масло подсолнечное, вода, такое же количество одинаковое, сотки, пол чайной ложечки и маленькая бутылочка кефира. Начинаем наши действия. Яйца не надо. Сначала смешиваем масло и воду. Добавляем сотки. Вот столько. Добавляем соли обязательно. На кончики столовой ложки. Потом мы добавляем наш кефир. Вот, вот, вот кефирный кефир. Можно в качестве грибы. Немножко кефира использовать 5-процентную сметану. Получится тоже очень плохо. Ну, вот фишка в этом, в том, что масло подсолнечное и вода в одинаковых количествах надо брать. И месим до густоты сметан такой пустой. Вот такая. Сейчас посмотрим. Чтобы не было комочков. Быстро получается. Быстро, быстро, быстро. Сейчас. Вот, и тесто наше уже готово. Ведем глубокую сковороду. Вот такую. Пример 25 сантиметров диаметром. Наливаем побольше масла подсолнечного. Побольше, побольше. Вот, не скупимся. Потом, значит, обмазываем края. Вот так. И заливаем тесто. Заливаем тесто больше половины объема. Оставляем совсем немножко. Видите? Как густая сметана. Такая густая сметана. Оставляем совсем немного. А это я кладу в духовку. Немножко. Чтобы она подхватила ее дно. И подпеклось маленько. Можно, конечно, сразу добавлять сырую. Вот это сырое тесто, капусту. Но лучше попекется. Мне так лучше нравится. Она полностью попекается дно. Прошло 5 минут. Открываем в духовку. Смотрим. Да, уже все. Он попекся у нас чуть-чуть. И берем капусту. Быстро, быстро, быстро. Насыпаем ее сверху. Вот так. Вот. Может, побольше. Равняем, равняем, равняем. Вот. Очень вкусно получится. Сейчас мы ее всю выложим. Ну, на самые края-то мы не будем. Вот так вот ее разложим. Все. Ну, даже немножко еще осталось. Один пирог. А маленький. Так. И наливаем оставшую тесто. Вот так. Заливаем нашу капусту. Даливаем. Все. Залили. Так. Упираем наш пирог на верхнюю полку. Для того, чтобы верх у нас... А до этого у нас пирог был внизу. На самом низу. Пять минут. Еще оставляем на третью минуту при 200 градусах. А завтра мы будем варить борщ. Вкусный и наваристый, и простой приготовлении. И испекем вкусное пиродище Мега, которое готовится очень просто. Ну, вот и получился у нас вкусный пирог. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. До скорой встречи. До скорой встречи.